Приветствую вас и опишу вам, как мне видится ваша ситуация. Вы изначально заняли такую позицию, что вроде как вы грозь терпите, вроде как грозь вы принимаете, вроде как зовете ее постоянно куда-то, но она относится к этому очень плохо, она воспринимает это негативно и ведет себя некрасиво, то есть ничего вам не подарило и так далее, и вообще не заботится о вас и не делает ничего от того, что нужно. И вы в этой ситуации, на мой взгляд, принимаете позицию очень, знаете как, неуверенную. Я бы даже сказал пассивную. И именно по этой причине, по той причине, что вы занимаете пассивную позицию, все так и получилось у вас. То есть, фигурка привыкла, что вы ее все время зовете, фигурка не привыкла, что вы не защищаете свои интересы, а муж привыкла, что вы просто-напросто принимаете ее такое отношение к себе, как должно и все. Если бы вы изначально заняли бы немного другую позицию и резко бы, знаете, я бы даже сказал не то, сколько резко, сколько жестко, отреагировали бы на ситуацию, связанную с поведением свекрови, все могло быть иначе. Сразу. Но вы этого не сделали. И в результате получилась такая ситуация, что ни ваш муж, ни свекровь не ожидали от вас того, что вы не хотите ее видеть, что вы не пожелаете проглатывать вот это вот отношение и так далее. И получается, что ни свекровь не ваш муж не приучен к тому, чтобы действовать вот подобным образом. То есть, учитывая ваше желание и желание вашего ребенка. И в первую очередь нужно выяснить у мужа, почему он молчит и ничего не говорит. Потому что это ответственность и обязанность мужа вашего. Пишать все вопросы, связанные со свекровью. Вот. Это вопрос мужа. А вам нужно делать следующее. Скажите мужу о том, что свекровь вы больше видеть у себя не хотите дома. Скажите, что в гости к ней вы не пойдете. Скажите, что муж ваш может делать все, что хочет. То есть, вот, муж может вам сказать, что ты можешь делать все, что хочешь, да я больше с ней делать никаких дел никаких не буду. И это будет нормальная позиция, что вы не от Gmail не просите, ничего от нее не ждете, а ничего от нее больше не требуете. Просто такой вот взаимный игнор, можно сказать. И это единственное, что вы можете сделать. На самом деле, со своей стороны. Далее. Представьте, пожалуйста, почему вы ходили в гости к свекрови, если к вам она относилась довольно негативно. Вы говорите, вот, пока муж, вот, как муж скажет, пойдем в гости, так мы в гости идем. Вот, с чем это связано? Это очень важно. Потому что ваша такая пассивная, немножечко покорная позиция и постепенное, я бы сказал, постепенное раскрытие глаз в отношении мужа, оно немного настораживает. То есть, как бы вы сейчас не переживали разочарование в своем музе, как в человеке, как в человеке, которому суждено идти рядом с вами по жизни. Это очень важно, чтобы вы определили свою собственную позицию. Таковы были основные моменты, которые я хотел вам сказать. То есть, более самостоятельное поведение по отношению к мужу и по отношению к своей семье. Более четкая позиция по отношению к мужу и свекрови. Обязательная, здравая и трезвая оценка своего мужа и четкое понимание того, что он может сделать, того, что он не может сделать и почему. И, наконец, обозначение своих собственных границ и работа с вашими страхами. То есть, если вы будете брать на себя ответственность за то, как вы выстраиваете отношения с своим мужем, например, то вам ничего не грозит совершенно. И проблем никаких у вас не будет. Свекровь не сможет вас рассорить в любом случае, если вы будете вместе, если вы будете принимать друг друга такими, какие вы есть. Если вы будете прибегать к помощи посторонних людей, ну, я имею ввиду без необходимости. То есть, в конце концов, можно нанять сиделку, няньку, попросить подругу, соседку, кто сидит дома, которые за символическую плату все сделают в лучшем виде, чем, например, обращаться к крови. То есть, необходимо учиться вот этой вот самой самостоятельности, чтобы не возникало таких ситуаций. Ну и вот это вот ваше желание поддержки, оно тоже, на мой взгляд, довольно показательно в том плане, что поддержка вам нужна от чего? И почему вы решили, что ваш муж, если он раньше не мог вам эту поддержку оказать, дать, вдруг смогет ее дать? С этим вот я тоже рекомендую вам поработать, об этом я тоже рекомендую вам поработать. Что касается того, что она будет тратить у вас денег, я имею ввиду свекровь, то здесь ситуация такова, что вы не обязаны давать ей ничего и это ваша семья и мужу, соответственно, нужно совершенно четко сказать, если возникнет такая ситуация, что ничего, твоей свекровой мы, твоей маме мы давать не будем, потому что она относится ко мне совершенно ужасно. И если муж будет против, если муж как-то вот будет негативно воспринимать то, что вы говорите, то в каком случае, я думаю, что проблема уже лежит в плоскости отношений между вами и разбираться тогда нужно именно с этим. Но, надеюсь, что до этого дело не дойдет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!